здравствуйте дорогие друзья рада вас вновь приветствовать на уроке русского языка тема нашего сегодняшнего урока называется пшеничных удачная находка пришвин берестяная трубочка а также повторение пройденного по русскому языку что же давайте вначале прочитаем стихотворение удачная находка по тропинке ежик шел ежик валенки нашел их внимательно проверил на пенек присел примерил и сказал ура ура вот отличная нора а вернее две норы для меня и детворы в этот дом уютный новый натаскал листвы и кленовый и улегся до весны крепко спит и видит сны может быть цветные даже как проснется нам расскажет вот такое вот интересное стихотворение мы с вами прочитали а теперь подумаем и ответим выясним по словарю значение слова валенки друзья как пользоваться словарем вы уже знаете что ж такое валенки правильно валенки это сапоги зимние сапоги почему ежик обрадовался находки как вы думаете правильно он подумал вот нора а вернее даже две норы подумал ежик и натаскал листвы в какое время года это могло произойти как вы думаете раз он натаскал листвы верно значит события происходили скорее всего осенью правильно дорогие друзья что ответим на следующий вопрос как обустроил зверек свой новый дом да друзья он в этот уютный новый дом натаскал листвы кленовый правильно и улегся там до весны друзья какие сны мог увидеть ежик как вы думаете наверняка вы знаете что ежик любит делать себе запасы и наверняка он увидел во сне лес которым очень много грибочков яблок груш он все это наколол на свои иголочки и натаскал свою норку скорее всего вот такие вот интересные сны приснились нашему ежику верно друзья молодцы что ж а мы посмотрим дальше следующее упражнение такое спешите последние две строчки стихотворения удачная находка а затем подчеркните буквы которые обозначают гласные звуки укажите над словами количество слогов цифрами и так давайте спишем последние две строчки а затем найдем буквы которые обозначают гласные звуки давайте проделаем это вместе подчеркните красным карандашиком все буквы которые обозначают гласные звуки как это сделала я а теперь давайте определим количество слогов в каждом слове может давайте вспомним правило мы с вами знаем сколько в слове гласных столько и слогов может видим две гласные буквы значит два слога запишем цифру 2 быть один слог цветные верно три гласных звука значит три слога даже в этом слове два слога следующее слово как в этом слове один слог проснется в этом слове верно три слога нам один слог расскажет в этом слове три слога правильно друзья молодцы но мы смотрим дальше выпишите и стихотворение выделенные слова разделяя их для переноса покажите все варианты переноса подчеркните слова которые не переносятся что же давайте выпишем данные слова вот так вот выглядят эти слова а теперь друзья мы с вами должны разделить их для переноса причем показать все варианты переноса слов посмотрим первое слово ёжик подумаем друзья можно ли перенести слово ёжик конечно вы скажете нет потому что если разделить на слоге а мы знаем что слова переносятся по слогам но есть исключение ёжик первый слог состоит из одной буковки а у нас слова когда мы переносим мы вспомним правило что одну букву не переносит и не оставляет на строке значит слово ёжик не переносится подчеркнем это слово внимательно давайте подумаем как можно перенести данное слово в ней ма цель но как еще можно перенести вне ма цель но как еще можно перенести вне ма цель но как еще можно перенести вне ма цель но вот ребятки все способы переноса данного слова вот по такому же образцу разделите все оставшиеся слова а слова которые не переносится давайте найдем вместе и подчеркнем это слова и этот и ёжик что мы с вами уже подчеркнули верно друзья остальные слова разделите для переноса самостоятельно выполним следующее упражнение спешите слова разделив черточками для переноса обозначьте ударение перепишите аккуратно данные слова и давайте разделим черточками для переноса стайка как можно перенести сталь к сразу обозначим ударение стайка ударение падает на первый слог письмо письмо мы с вами знаем правило при переносе слов мягкий знак а также буква и не отделяется от предыдущего слога поэтому мы с вами перенесем сталь к письмо то есть нельзя отделять букву и и буква мягкий знак от слога подъем также перенесем подъем проставим ударение в данных словах письмо подъем ударение падает на второй слог но во втором слоге мы с вами видим буковку йо мы с вами знаем что в словах где есть буква йо ударение мы не ставим так как этот слог и так ударный хоккей как перенесем вспомним слова двойными согласными как переносится при переносе слов с двойными согласными одна согласно остается на строке а другая переносится хоккей обозначим ударение хоккей суббота также двойные согласные вспомним правило суббота проставим ударение суббота. Чайка, чайка поставим ударение чайка. Кольцо, кольцо обозначим ударение кольцо. Мальчик, мальчик обозначим ударение мальчик. Объезд, объезд обозначим ударение объезд. Ребятки, оставшиеся слова также разберите самостоятельно. А мы смотрим дальше. Укажите неверное высказывание. Сколько в слове гласных, столько и слогов. Это верно. Буквы И, мягкий знак и твердый знак при переносе не отделяют от стоящей перед ними буквы. И не переносят на другую строку. Это тоже верно. При переносе слов с двойными согласными обе буквы оставляют на строке. Это неверно. Значит, вот наш неверный ответ, неверное высказывание. Друзья, прочитаем следующее произведение. Прейшвин, берестяная трубочка. Я нашел удивительную берестяную трубочку. Когда человек вырежет себе кусочек бересты, на березе остальная береста около пореза начинает свертываться в трубочку. Трубочка высохнет, туго свернется. Их бывает на березах так много, что и внимания не обращаешь. Но сегодня мне захотелось посмотреть, нет ли чего в такой трубочке. И вот в первой же трубочке я нашел хороший орех, так плотно прихваченный, что с трудом удалось палочкой его вытолкнуть. Вокруг березы не было орешника. Как же он туда попал? Наверное, белка его туда спрятала, делая зимние свои запасы, подумал я. Она знала, что трубка будет все плотнее и плотнее свертываться, и все крепче прихватывать орех, чтобы не выпал. Но после я догадался, что это не белка, а птица-ореховка. Воткнула орех, может быть, украв из гнезда белки. Разглядывая свою берестяную трубочку, я сделала еще одно открытие. Под прикрытием ореха поселился, кто бы мог подумать, паучишка, и всю внутренность трубочки затянул своей паутинкой. Ребята, думаем и отвечаем. Выясните по словарю значение слова береста. Давайте откроем словарики и найдем данное слово. Береста – это белая наружная часть коры березы. Как образуются берестяные трубочки? Вернемся к нашему рассказу и посмотрим, как они образуются. Когда человек вырежет себе кусок бересты на березе, остальная береста около пореза начинает свертываться в трубочку. Трубочка высохнет и туго свернется. Вот так и образуются берестяные трубочки. Друзья, что нашел автор в трубочке? Верно, он нашел орех. Какие предположения он сделал? Он сначала подумал, что его туда занесла белочка, а затем подумал, что нет. Давайте посмотрим в тексте и найдем. Что он догадался, что это не белка, а птица ореховка. Воткнула орех. Верно, друзья. Какое еще открытие он сделал? Он заметил там паучонка. Верно, друзья. Вот сколько открытий сделал автор. Теперь давайте выполним следующее упражнение. Спешите, вставляя подходящие по смыслу слова. Тучка с солнышком играли. Во что могли они играть? Верно, в прятки. Запишем. В прятки. Черепаха с трудом двигалась по... Почему? Дорогие друзья, давайте посмотрим. По дорожке подходит. Запишем. По дорожке. На крышу дома села белая. Кто? Правильно, голубка. Зайчик грыз капусту и свежую. Что? Верно, морковку. Недалеко от дома росли стройные, что? Березки. Верно, друзья. Выполним упражнение номер 6. Укажите строчку с проверочными словами для выделенных слов. Посмотрим. Мороз, морозы, заморозки, морозец. В этой строчке не все слова являются проверочными словами для выделенного слова. Город, пригород, городской, города. В этой строчке тоже не все слова проверочные для выделенного. Гриб, грибы, грибной, грибочки. Вот строка, в которой все слова являются проверочными для слова гриб. Значит, выделим этот вариант ответа. Друзья, на этом наш сегодняшний урок тоже подошел к концу. Напоследок вам задание. В учебнике на страничке 204 выполните самостоятельно упражнения номер 2 и 3. Ну а я с вами прощаюсь. До свидания. До скорой встречи.